Очень рада всех видеть на канале Да для всей семьи. Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусное печенье с начинкой из шоколада и орехов. Для приготовления теста беру 100 граммов сметаны 15% жирности, а также 100 граммов маргарина размягченного в микроволновке, одно куриное яйцо, можно маргарин заменить сливочным маслом, а также 70 мл растительного масла без запаха, пол чайной ложечки соды и пол чайной ложечки соли. Добавляю 5 столовых ложек еще сахара. Все интенсивно перетираю венчиком. Теперь можно добавить муку. Муку я добавляю в два этапа. Вначале ввожу 2 стакана муки. Стакан у меня на 250 мл, это где-то 320 граммов. Потом добавляю еще полстакана. То есть всего для замеса теста мне потребовалось 400 граммов муки. Вам может потребоваться чуть больше, либо чуть меньше, на одну-две столовые ложки. Замешиваем тесто. Оно получается мягким, эластичным, податливым. Перекладываю его в полиэтиленовый пакетик и отправляю в холодильник на 40 минут. Через 40 минут тесто раскатываю в прямоугольный пласт. Немного придаваю вот именно прямоугольную форму. Для начинки я буду брать две плитки шоколада. Я их просто растопила на водяной бане. Кстати, в качестве начинки можно взять просто шоколадную пасту в магазинную, либо сварить из какао и сахара помадку. Кроме того, я буду еще в качестве начинки добавлять жареный арахис. Формируем печенье. Нужно свернуть один край теста к центру и второй сверху. Немного прижмите тесто руками. Видите, воздух выходит аккуратненько, все это нужно сделать. Нарезаю печенье произвольно. Можно просто нарезать ножом на кусочки небольшие, а можно, как я, сделать треугольники. В принципе, все печенье сформировано. И для того, чтобы печенье было симпатичным, делаю вот такие небольшие полоски фигурным ножом. Все печенье буду смазывать яйцом и отправлять выпекаться в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут. Вот такое румяное печенье у меня получилось. Сейчас покажу, какое оно внутри. Если вам понравился мой рецепт, оцените его лайком. А я вам говорю огромное спасибо за просмотр. Желаю хорошего настроения, здоровья. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok